друзья всем привет меня зовут лёша желтый рядом со мной музыкант кирилл кирилл играет во множестве групп про которую сейчас расскажешь то что самое главное почему здесь собрались занимается независимым панк-рок лейблом который называется твой панк-рок дерьмо я предпочитаю это назвать говно ну да ладно привет гирюша я играю в группе ргпо мы играем с какор в москве я играю в банде под названием зажигательный вечер музыки в стиле ска как ни странно также есть в петербурге периодически мы играем с пацанами под названием е80 гол всегда вот всегда вот поражался как вот человек играет в архангельской группе играть в питерской группе играть московской группе и как 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 это вообще все происходит логистически логистически это происходит спокойно только нужно отпуск себе составить и не более того то есть то есть допустим у тебя концерт в архангельске ты из москвы собрался полетела да именно так так она есть также в архангельск также в петербург даже москве то просто звон репетиция и поехали с чем связано это что так мало людей которые которые любят скакор и просто не нет людей которые могут это играть или просто это такой как на расхват получается что тебя везде хотят если касательно скакора то получается по поводу нас тут на соседней скамейки просто рэперы тоже дают интервью занимаются какими-то активностями я надеюсь сегодня у нас до драки как там панки против рэперов на лице против скинов не дойдешь так вот вернемся к нашему вопросу по поводу скакора с чем связано вот это что нету просто людей которые хотят играть скакора или просто тебе самому хочется вот участвовать везде не только касательно чуть-чуть пожалуйста чуть-чуть потише можно попросить что так вот надо было сказать что это скамейка занята так вот насчет скакора с чем вот это связано что ты на расхват и там и сям это твое желание либо просто нет людей которые хотят заниматься скакором играть на барабанах нет ни вы это классическая проблема что нет нормальных барабанщиков касательно скакора тут как бы все это дело вкуса мы играем с ргп уже больше 16 лет как ни крути вот если касательно других команд честно будем говорить барабанщиками проблема учитывая что и там и сям приходится все это делать ну вот так вот и живем до него мы как это вообще не редкость что какой-то концерт играет четыре группы во всех этих четырех группах один и тот же барабанщик ну четыре группы я себе такое не позволял на самом деле 33 максимум я себе позволял вытягивал до вытягивал да сейчас я уже старый немножко стал поэтому как бы стараюсь максимально до одной сократить давай приступим к беседе непосредственно про лейбл ради чего мы здесь собрались расскажи вообще чем чем занимается лейбл сегодня вот сегодня лейбл занимается издательством всех производных релизов будь то кассеты будь то сиди до винила конечно мы сейчас не доросли потому что сложная ситуация давайте не будем ее так назовем это сложная сложная ситуация да поэтому мы не можем это сделать все остальное конечно мы все это производим наклейки кружки и значки как товарищ спирин завещал а вот а подставочки под это подпила подставочки нет еще мы это саги не до этого нам соответственно то есть все это делаем у нас большой прорыв начался в конце 21 года будучи я когда участникам драк ниджа скрю мы начали собственно издавать альбом сначала сидим потом кассеты и все завертелось как говорится то есть 20 лейбл у тебя тоже вот этот и организовал где-то вот двадцать первом году да расскажи какие группы представлены изначально нулевой так назовем это было бедня зомби далее были е80 го далее шли драк ниджа скрю потом поморцы поморцы так без обид были жилом fake to the face и так далее так далее так далее так далее соответственно вот буквально 20 22 июня сейчас вышел релиз группы лихо это мои товарищи тоже из поморья и буквально там за пару недель назад мы издали с моим товарищем коля нам из баблгам атак трибют кинешь батарокет хотя до недавно вышел там много всяких групп команд кафе всем всем и всем любителям как сказать панк-роков стиле рамонис наверное можно рекомендовать послушаем рамон скоро я бы рассказал не там много команд россия украина беларусь сша даже есть из чикаго до засветились поэтому почему нет послушайте если вдруг понравится ставьте лайк лось большой палец вверх если не хотите и в ебасосину вот так вот ребята там даже видишь даже ребят уже рада за ребят понимает как это круто слушай ну а вот судя по названию лейбла мне кажется у вас такая как как юмористическая больше самый ироничный по панковской направленности или вы сотрудничаете с любыми командами с командами со многими сотрудничаем юмора нет совершенно все серьезно извините тем более пентаграмма в принципе дашь от злых духов на самом деле как бы если все ребята которые захотят присоединиться пожалуйста приходите давайте сделаем все это дело другой момент что люди не понимают сейчас такого понятия как лейбл ну я отдал я собственный тоже не понимаю то есть люди понимают почему-то продюсер продвижение под дядю подлечь а лейбл когда просто я тебя буду продвигать ты мне не должен я тебе не должен я тебе буду просто продвигать уже мне интересно тебе интересно но нет такого и вот к сожалению вот малое количество участников есть такое дело мы вот и стараемся делать но часто в панк-роке употребляется фраза независимый лейбл я его еда и чем чем вот независимый лейбл отличается от зависимого лейбла независимый тебе дают свободу это независимые от всего или что лейбл там сидит просто один паренек который горит но я лейбл там давайте вот так она примерно получается независимый ты делаешь то что ты хочешь а я тебе помогаю потому что мы делаем успех друг для друга а когда зависимый условно говоря филипп киркоров какой-нибудь прости господи сказал сказал человек в пиндограмме зависимый а он зависимый конечно ему говорят нужно сказать слово муть условно он сказал слава муть филипп киркоров если вдруг увидишь это видео ставь лайк лось большой поезд вверх если не хочешь ебасосину напиши в комментариях зависимый ты или независимый лет уже король и ты сам уже говоришь что кому делать так что ну вот как то так смотри вот допустим у нас вот коллектив есть пусть будет группа ненормального которые которые у нас будет последний концерт 15 апреля если это видео выйдет до этого числа приходите вот я тебе пишу вконтакте там привет ла-ла-ла вот у нас выходит записали у нас есть альбом мы записали что дальше вот как происходит хотим вот с тобой сотрудничать пожалуйста учитывая что я занимаюсь тиражением тиражированием аудиокассет а вот я могу предложить давайте я на аудиокассетах сделаю мы тебе отдаем альбом ты его печатаешь на кассетах печатаешь на дисках заливаешь на все стриминговые площадки которые нет стримингом я не занимаюсь только только тиражировать через тебя именно залить на площадке нет я как-то пока не дошел до этого я еще такой нет просто это вопрос интересный я вот думал что именно в первую очередь по поводу лейблов видишь нас разговор зашел что лейбл именно в наше время занимается тем что занимают распространяет на площадке расскажу учитывая что сейчас люди есть которые издают есть люди которые стрима занимается немножко по две разные стороны баррикад ко мне ты обращаешься чтобы издать носитель а к другим дяди пети условно говоря ты идешь и вот дяди пети да и он тебе вот хоп стриминг делает а почему нельзя это все вот объединить и заниматься и стримингом опять же опять же повторюсь потому что я еще и юнец в этом плане то есть если касательно носителя пожалуйста я все сделаю ну вот и вот когда всем этим начал заниматься ты вообще на какие лейблы на какие модели ориентировался к чему ты вот к чему ты в своей деятельности стремишься и вот когда ты станешь юнцом как это все будет выглядеть модели никаких на самом деле не было было дело просто чтобы издать хотя бы свой свой первый релиз потому что никто не хотел за меня браться в сигаре данный молокосос был молокосос стал юнец уже 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 как бы да немножко соответственно то есть как то так все в этом кстати есть мне кажется доля панк-рок и что ты вот понимаешься ну ты никому не нужен твое творчество никому не нужно и где тебя не закажут нигде никто те концерт не сделать никто не будет печатать твои футболки и ты вот сам начинаешь делать вот эти вещи то есть заниматься подменной того что ну по сути да как говорится артистом должен стоять на сцене ничего не делать а ты вот еще всем этим занимаешься и это вот мне кажется именно здорово что ребята могут сами себя ждать сами себя записать показать и опять же если вот совсем далеко отойти это же началось все в 2010 году когда панк-рок начал умирать в периферии уже именно 2010 начал умирать я не знаю просто ну если в москве еще как-то те же тараканы пытались как-то все это сделать там пургены и птвп это я щас без сарказма говорю птвп в петербурге мы здесь небо если объединим столицу ну как возьмем москва-питер как ну-ка какой как как одно явление для меня нет для меня это разные вещи абсолютно ну для меня лично бог ты вы с ним и в периферии все это начал умирать когда пошла индий мода и в этот именно момент были ребята которые играли поп-панк хотя нифига не поп-панк мне это очень бесило но это были очень ребята из богатой семьи это ты о ком сейчас это неважно абсолютно неважно ребят всем привет все знают каком я говорю и соответственно то есть люди просто выходили на сцену говорили что мы и панки а сами как бы дорогой гипсон дорогие там не знаю палки все что угодно и так далее так далее и когда я подумал что как бы что-то такое твой панк рок говно мой панк рок заебись а твой панк рок говно при этом я как бы к этому нормально абсолютно отношусь честное слово до сих пор вот спустя там на и кричали ребята если знаете что это за ребята пишите в комментариях я я вам футболку подарю вот кстати момент для розыгрыш называется дуть кстати и розыгрыш придумали как-то она сама и получилось так сюда кто угадает кирилл подарит да не вопрос просто я подтверждаю слова а если кто-то вдруг не поддерживает вот такие вот символы то ее можно перечеркнуть и будет что-нибудь будет тоже классная diy на футболка но и в итоге как бы ребята там начали как бы всю эту муть развивать и вот у меня в муслях возникла такая вещь и появилась песня группа 21 октября у меня было свое время себе там по люди фанаты про фанаты на была группа 21 октября так песня назывался твой панк рок говно вот и можно найти сейчас послушать да да ответь и first of октября потому что вставим это можно вставить пожалуйста я только рад буду ну и как бы слово за слово по столу и вот потом это название прижилось уже о том что твой панк рок говно и твой панк рок говно везде порой конечно то что приходится слушать и наслаждаться видеть на концертах вконтакте то в принципе твоя надпись уже перестаю даже быть ироничный отображает порой реальность только вот вам тоже вопрос вот например да мы с тобой договорились на печать вот именно финансовый вопрос кто за все кто за все платит лейбл артист это все индивидуально в основном платит артист но договариваюсь про печать я то есть условно говоря ты мне говоришь я хочу вот там диджи пак я хочу чтобы там было был буклет я хочу чтобы там была наклейка я хочу чтобы это было в полиэтилене я все договариваюсь я все забираю я все копейки с этого вообще не беру совершенно но условно говоря я беру всю эту работу то есть ты как некий менеджер получаешься как посредник между это так называешь туда между группой и людьми которые занимаются условно да но при этом я за работу не беру я просто оставлю свое имя только пока еще юнец за работу кирилл ничего учитывая что я юнец я имею на это право поэтому просто лейбл и все как ты думаешь вообще есть смысл этим вообще заниматься помимо того что те нравится что те в кайф что те круто что ты сам тоже вообще надо это да конечно нужно если не а то кто ну как бы я считаю что что логично ребята я просто помню опять же еще раз упомянем диму спирина он же еще в 2003 четвертом году если я не ошибаюсь у них же был свой лейбл fm молчит добыл но что-то он как с островским они делали да там конечно что-то не пошло буквально сегодня даже вышку переслушивалась и родинскую группу ну да я тебе на если говорить про диму про диму спирина я те вот его фразу приведу в пример что он говорил что место артиста на сцене всем этим должен заниматься не артист то есть организации концертов лейблами еще а кто мне запрещает заниматься и там и там не никто никто просто когда уже времени не хватает это перегружено уже все равно так или иначе придется своей часть каких-то своих обязан обязанности отдавать дима спирин скорее всего это говорил потому что когда у него уже сил не хватало поэтому уже и людей набирали это абсолютно нормально вот ничего такого нет и это правильно каждый должен заниматься своим делом менеджмент директор музыкант бла-бла-бла там техник звукорежиссер маркетолог реклама так что тут ничего в этом такого зазорного нет абсолютно ну что ж друзья кто захочет издастся на классном лейбле твой панк-рок говно пишите кириллу ссылочки мы оставим в описании обязательно прикрепим все треки все что нужно не хватит места на треки не забывайте про конкурс на кирилл если еще что-то желаешь рассказать донести пожалуйста конкурс или ребята ну и пожелание всем панком всем панком счастья здоровья как говорится на свадьбе что все были живы и что все было круто у вас делать это что хотите не мешайте другим раз-два друзья подожди а вот его делаешь вот это вот это что значит я чтоб потом склеить это по по звуку дорожки сравнять а как бы есть программа которая это делает автоматически но она такая не точность что все равно выравнять приходится я в итоге просто на все плюнул и делаю раз-два-три и потом ну по пикам просто выравнивать чтобы у него бы попадали друг другу ну на видео друзья забыли мы уже вот все выключили уже собрались расходиться по своим делам забыли мы тему про панк-рок провинции который умер 2009 году я вот буквально пару дней назад смотрел слушал подкаст с небезызвестным денисом который газель смерти вот он в лану да был там рассказывал эту тему и он сказал что панк-рок музыка вообще вся андеграундная сцена несколько отличается от того что происходит москве в питере и вот он как раз то скажу что для тебя это разные сцены а он это все вот столичные всю эту тему в одной объединилась что там москва-питер а все остальное как бы вся россия там андеграунд как-то по-другому живет и вот поскольку ты как я понимаю из поморья славного города архангельск было бы интересно тоже эту тему дакачу цены цена сцена действительно отличается потому что если брать столичные группы они действительно пытаются выйти наверх ну все таки никого не секрет снова бы до крафтовым пивом да да назовем так вот если уже брать группы которые в периферии то есть они как бы сами сами за себя я бы даже даже вот так назвал то есть там три аккорда и все равно и все чморят деревенщина нахуй вы нам нужны вот так вот в москве в питере их чморят да ну то есть условно есть конечно как мы с кем общаешься много с кем но в основном все говорят нет слушай есть давай вот так есть официальная сторона когда условно говоря ты губы губы глаза в глаза общаешься до пацан нормально все классно там и ты имеешь ввиду то что вот эти вот какие-то закулисные кулуарные а вот когда закулисные кулуарные получатый такая они нам нужны бля еще и звать его он давайте вася позовем поиграем вася хотя бы проверенный чё никто никого не зовет всем как бы насрать друг на друга ну а как же панк-рок это все-таки unity это какая-то unity нет никакого unity я даже даже не готов спорить на эти темы может быть конечно мы уже нет вот вот маленький пример вот прям на камеру смотри 2015 год помнишь мы играли в раменском я сергей по приезжал а я с кем там играл со своей группой с карпланшем меня не было тогда пардон пардон я я пришел в пятнадцатом году но я пришел уже в ноябре и я успел поиграть до лёши я дико извини но тем не менее мы приехали и в итоге то мы приехали потому что как вы на это как когда ничего не было как когда не было концерт или что там произошло нет концерт был все нормально мы позвали сделали концерт потому что мы знакомы если ты не знаком ты нахуй никому не нужен ну да 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 по сути так и есть да чтобы что-то куда-то кого-то позвали да надо поэтому как бы опять же вот когда ребята мне пишут про издание вернемся к изданию альбомов говорят типа можешь издателю могу что хотите сколько кассет там не кассет дисков ну вот столько то ну вот примерно вот плюс-минус столько будет стоить да да нет нет в основном нет потому что ребята молодые они не готовы а когда концерт опять же вот я вспоминаю наш провальный тур 40 по в 2016 году мы на большие деньги влетели на большие концерт концерты по россии группы rgp я чувствую в ближайшее время давать больше не будет маленькие выезды только максим вообще я согласен поехать куда-то это вообще удовольствие не дешевый не факт что хоть какая-то часть отобьется у таких групп как вы как мы и нам подобное черт говорит если смех воронеж приезжает и на них приходит 30 человек поэтому ну там не только смех там же и много еще таких групп другое дело кто этим занимается ну это отдельная история об этом можно долго говорить да да это тема для другой беседы если что подписывайтесь на легким канал ставьте лайк большой палец вверх если не хотите в ебасосину все будет заебись ну и чего поехали вы в тур ну поехали и все и капец на большие деньги встряли и бомжевали там полгода еще ну а как это unity относится относится с хути опять же ну нет тусовки на самом деле вот именно underground это может быть это из-за того что люди которые были в этой тусовке стали уже взрослыми кто-то менее уделяет этому времени кто-то разошелся а притока новых людей в таком количестве в каком оно нужно для этого дела нет и может быть просто поэтому нет немножко не согласен потому что есть опять же твоя условно назовем твоя работа да ты музыкант ты приходишь ты играешь назовем баба есть организатор который должен устроить все это дело он уже сделал там рекламу он раздел там афиши вконтакте назовем так таргет таргет хуяргет и так далее вот но когда люди этим не занимаются то как бы ты естественно и минус все хотят тебя увидеть но туда тут тут такая тему что организатор свой интерес у групп свой интерес и получается так что иногда когда никто ничего не хочет делать и как бы группа требуется организатор организатор требует группы а в итоге не без это случается концерт а там вот пять человек и все друг друга винят и все недовольны ссорятся ругаются и начинают заниматься дележкой не без это опять же там всегда вспоминается тема что должен быть проверенный организатор это очень важно потому что если человек сделал там условно говоря кому-то концерт все было заебись значит и у тебя в кавычках все должно быть заебись когда какой-то вася пупкин ну скорее всего посмотрим либо все будет плохо дали либо заранее уже договариваться чтобы на какие-то минимальные что-то там дорога да да поэтому собственно если вот касательно опять же возвращаясь к лейблу ргпо если брать группу то есть сейчас все концерты которые происходят я именно вот к проверенным людям обращаюсь есть в петербурге один человек которому я не обращусь уже все баста что за человек не будем поручить его имя решите в комментариях кто знает что это за человек ставь лайс лайк большой палец вверх если не хочешь ебас осину вот в петербурге есть такой товарищ я правда не хочу с ним не делал отвратительно как говорил горшок есть люди с которыми я всегда просто рад общаться например если брать брянск там классные ребята ваня зможный бандиты я хоть и но они как-то из-под брянска вроде нет сами-то все из брянска там у них есть пара деревен ребятки привет ходе я уже и не в составе группы так что не ну там все просто и как домой приезжаешь ты король но мы ездили брянск но вот теми ребятами которых ты назвал с ними мы не играли но в брянске до всегда такая хорошая хорошая приятная атмосфера и народу очень на концертах всегда много и все рубит там все круто просто замечательно если брать малую родину тот же архангельск не за хангельска на самом деле но тем не менее если архангельск брать то там всегда есть ты договорился заранее все просто топ просто топчик то есть там до такого панк-рока доходит что стыдно вспоминать это это же в какой-то степени есть панк-рок вот тогда что-то хорошо что увидишь хорошо что что-то стыдно вспоминать а то ты можешь проснешься вообще ничего не помнишь есть что вспоминать жизнь такая что всегда есть чем вспоминать так что когда так ну а ты вот видишь озвучил эту проблему что если нет знакомств то и не концертов не будет и никаких выступлений никаких unity никаких там тебе репортажей никаких отзывов так может быть и тебе на твоем лейбле и эту тему как-то вот педалировать продвигать может быть это тоже нужно в плане и меня именно знакомств в плане например вот есть какая-то группа из условного города и нет у них никаких панковских знакомства им вот хочется концерт москве или как-то куда-то вписаться может быть вот тоже вот эту тему тебя двигать почему нет на самом деле твоя правда другое дело что нужно находить эти команды но не всегда есть время на это то есть я больше склоняюсь к тому что если группа напишет и скажет что типа чувак вот мы ноунейм как бы нам хотим я и так понимаю если ты именно можешь это какие-то эти опции предложить ребята сами начнут уже тебе писать и тебе может быть искать никого не может быть то же самое как в том году тиражированием кассет я занялся вот с коляном баба лгом а так на секундочку лейбл который питерский нет челябинск московский московск московский баба лгом а так колян запомните вот то есть мы вместе вложили все это сделали соответственно то есть мы не ищем опять же то есть условно говоря вот карт-бланш сейчас ты мне напишешь и говоришь кирюх давай на кассетах сделаем хорошо и давай думать какое количество какой там разворот конечно вот это вот все ну это знаешь и серии там тоже пишет кто-то вот у этих у художников часто я встречал дизайнеров типа им пишут ну нарисуй мне картинку кто-то ему ну давай нарисую и таки а чё там еще мне и типа я тебе денег должен платить что ты мне картинку нарисую здесь тоже самое что люди вот предлагают да может кассеты напечатать от ки а чё я платить еще за кассета должен который я печатаю то есть тут тоже надо понимать и музыкантам и артистам что все требует каких-то финансовых вложений в любом случае даже вот ну надо даже сотрудничество с лейблом ну опять же видишь лейбл лейбл это все думают что мы типа да типа кто-то на тебя подписывается ты такой вот вам бабки давайте идите пишите мы сейчас вас тут будем возить а вы сидеть будете в носу ковырять и ничего не делать учитывая то что группа ну ну может скажем тогда не очень интересные для широких масс и какой какой смысл тогда этим всем не опять же смотри фишка это в том что если старой формации брать лейбл то ты подписывался на лейбл ну как там тараканы фили вот это да да и он все делает за тебя вот р вот тебе стул те дают деньги те дают студент и идешь все делаешь все они там дальше за тебя продвигают а ты только на сцене там лабаешь нет сейчас это все поменялось совершенно то есть лейбл слова ты конечно громкая как ни крути но тем не менее все таки чего я тебе помогают и мне помогаешь все все довольны в итоге да то есть тут даже не в деньгах смысл то сейчас по большому счету а именно чтобы вот продвижение друг друга ты мне и я тебе какая-то движуха и что то вот из-за 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 этого движухи какая раз общение знакомства и так далее там условно да условно получается именно так как ни крути ну чтож кирилл я тебе желаю продвижения опять же может быть какие-то какие-то концерты будут вашего лейбла мне кажется было бы прикольно и так далее и тому подобное пишите кириллу фестиваль еще нужно будет замузить пишите кириллу опять-таки мы кажется я это говорил но лишним рассказать не будет кто захочет напечатать кассеты футболки и так далее и слушайте панк-рок и приходите на концерты еще раз пока